Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала Эзотерика для тебя. Друзья, в этом видео хотим поговорить о том, как же снять порчу с человека. Мы много об этом говорили, у нас на канале есть плейлист «Порча с глаз», где вы можете посмотреть все возможные ритуалы, обряды, как это сделать. Но в этом видео мы повторим и расскажем, как же снять порчу с человека. Ежедневно каждый из нас подвергается негативному воздействию извне. И порой энергетическая защита, к сожалению, дает сбой. И в такие моменты проще всего стать жертвой порчи, которую необходимо как можно быстрее распознать и снять. Зная врага в лицо, конечно же, будет проще справиться с энергетическим воздействием и убрать его последствия. Снять можно порчу как с себя, так и с близких людей. Друзья, самостоятельно, не прибегая ни к чьей помощи. Чем же опасна порча? Известно, что порча отличается от сглаза более сильным воздействием, которое способно разрушить жизнь и здоровье, отнять удачу и благополучие. Жертвой порчи человек может стать случайно, если окажется не в то время и не в том месте. Чаще всего порча настигает людей по их незнанию, ну, например, на перекрестках. Кроме того, стать жертвой порчи можно, если поднять с земли, например, монеты или деньги. От порчи, к сожалению, не застрахован никто, поэтому так важно заранее поставить на себя именно защиту. Порча не проходит самостоятельно, как, знаете, как рядовая какая-то простуда. И со временем ее разрушительное воздействие лишь набирает обороты. Мелкие неприятности перерастают в крупное невезение. Поэтому так важно своевременно избавиться от энергетического такой вот болезни. И мы вам предлагаем снять порчу именно воском. Снятие порчи с близкого человека можно своими силами. Что здесь нужно? Нужно приобрести церковную освященную свечу и святую воду. Друзья, вы можете зайти в любой храм, в любую церковь и купить там как свечи, так и святую воду. Тот, с кого снимают порчи, должен лечь и расслабиться. Насколько, конечно, это возможно. Рядом с головой пострадавшего зажигают свечу, зафиксировав ее в наклонном состоянии так, чтобы воск свободно стекал вниз. Под свечой располагают широкую емкость именно со святой водой. Свечу зажигают и начинают читать слова заговора. Друзья, слова заговора следующие. Силы небесные в помощи не отказывают. Их призывают, чтобы раба Божьего имя ваше от порчи избавить, здоровья ему прибавить, защиту поставить. Как свеча тает, слезами обливаясь, так и порча уходит в огне, сгорает. После того, как вся свеча прогорит, воду с воском нужно унести подальше от дома и выплеснуть со словами. Грязь смыта, никому больше не пристанет. Высшие силы на защиту всякому встанут. Вот такой вот вы, друзья, можете провести ритуал с воском. Он достаточно легкий, со святой водой. Начинаю легкий и простой. Следующий ритуал мы вам предлагаем снять порчу именно с помощью воды. Чтобы избавиться от порчи себя или близкого вам человека, вам понадобится, друзья, здесь именно нужна ключевая вода. Что мы подразумеваем именно под ключевой вода? Эта ключевая вода подразумевается, что это берется из колодца, из родника. Ее набирают. То есть вам нужно или поехать, если вы живете в большом городе, значит вы должны поехать туда, где есть колодца, где есть ключи, где вы можете набрать эту такую вот воду. С крана вода не подойдет. Ее набирают в полном молчании в непрозрачный сосуд. Приносят домой и заговаривают. Матушка Земля все ведает. Отовсюду знания черпает. Воду ключевую у нее возьму, домой принесу. Воду водицу заговариваю. На снятие порчи настаиваю. Как порченной водой будет умываться, так и негатив станет с него смываться. Заговоренной водой нужно умываться по утрам и вечерам, чтобы смыть порчу. Может быть такая ситуация, что вы не можете принести эту воду, потому что вам ее нужно привезти. В таком случае вы должны поехать то ли в село, то ли за город, где есть какой-то родник, набрать эту воду и приехать домой, находясь в молчании. И в порядке вам нужно молчать. Пока вы не проведете этот ритуал, не заговорите эту воду, вы должны молчать. Это очень именно важные такие моменты. Еще, друзья, предлагаем один ритуал, достаточно тоже простой. Как же вам избавиться от порчи? Перед сном тот, на ком есть порча, надевают именно чистую простую рубашку. Вытирают лицо полотенцем, смоченным святой водой, и засыпают. По утру полотенце и рубашку снимают и сжигают на костре со словами. Порча в организм. Вгрызается назад, выходить не желает. Порчу водой святой выманю, она потом и зайдет на рубашку, попадет. Пламенем жарким порчу вытравлю, навсегда выжгу. Также, конечно, уберешься от порчи, по-моему, не только всевозможные заговоры, но и сильные обереги, которыми пользовались наши предки. Благодаря их защите, друзья, отрицательная энергетика не сможет попасть в биополе человека и причинить, конечно же, вам зло. Обращаю ваше внимание, что все слова заговора будут написаны в описании к этому видео. Поэтому вы просмотрите все видео, подумайте, что вам комфортнее и удобнее будет воспользоваться, какими заговорами, и примените их в действии. Ничего сложного, ужасного и тяжелого в них нет. Просто вам нужно отказаться от лени и просто приняли в себе решение, что вы хотите провести именно этот ритуал. Как видите, во всех ритуалах нужно что? Святая вода и нужно свечи, взятые именно в церкви. То есть, именно освященные. Больше, как таково, ничего. Ну и, конечно, ваше же желание и провести именно этот ритуал. Друзья, ну с вами как всегда был канал Эзотерика для тебя. Мы надеемся, наши советы, наши рекомендации вам помогают в жизни. Мы желаем мира, любви, гармонии. Пусть в вашей жизни будет все прекрасно, пусть все налаживается. Мы отправляем вам только самые лучшие мысли и хорошие теплые энергии. Ну а с вами как всегда был канал Эзотерика для тебя. Друзья, ставим лайк на это видео, смотрим другие видео. Но мы сейчас с вами прощаемся и уже услышимся в следующем видео. Пока-пока!